друзья привет как ваши дела как настроение очень рад вас видеть сегодня на нашем канале алга петербург если вы друзья подписаны на наш канал то вы наверно знаете что мы здесь следим за всем что происходит в казахстане я имею ввиду именно культуру и спорт и сейчас невероятное событие мы все с вами переживаем наконец-то мы дождались развязки трилогии невероятной драмы и как даже сам вот один из героев геннадий геннадий головкин боксер из караганды называет это трилоги гагия через 3g 3 лоджи джи джи ну типа псевдонима геннадия геннадьевича трипл g3 и тройное g3 нога вот и невероятное событие которого мы ждали много лет четыре года мы ждем вот когда этот бой состоится наконец-то наконец-то он на будет произойдет вот уже сегодня ночью точнее по вот нашему времени это будет уже утром то есть меньше 24 часов уже осталось последние сутки проходят до начала этого события и а мне кажется что мне кажется что это все взаимосвязано вместе еще с одним невероятным невероятным казахом кстати почему вообще я об этом начал ведь и дело в том вы знаете наверное что в 2017 году состоялась вообще мое знакомство с казахстаном такое полноценное благодаря димашу кодебергену он тогда он тогда выступал на шоу singer и открыл для меня вот невероятную страну казахстан и мне кажется что вот немного есть связь его то что сейчас димаш отправился в лас-вегас поддержать геннадия геннадьевича напомню для тех кто не знает геннадий геннадьевич головкин сегодня сразиться с каннелло бои будет проходить в лас-вегасе уже туда прибыли прибыла огромная такая вот бригада батыров из казахстана который будет поддерживать геннадий геннадьевич а там и армандов литяров и даже же не бекарим ханул и поехал который тоже является чемпионом в среднем весе в общем поддержка будет невероятной и также и димаш поедет поддержать геннадий геннадьевича и он споет там уже известно что он споет там гимн казахстана перед боем и у меня вот кое-какие мысли появились я конечно не могу сказать что я невероятными прогнозами располагаю или может быть какая-то инсайдерская у меня информация есть это только вот мои предположения я не знаю это сбудется или не сбудется только вот мои мысли почему-то мне вот так вот показалось что я захотел с вами вот этими мыслями немного поделиться то есть друзья невероятное событие которого мы ждали 4 года и мне кажется что она может совпасть с еще небольшими небольшими ну как небольшими огромными крутыми крутейшими сюрпризами и возможно это даже станет секретным оружием геннадий геннадьевича потому что к такому скорее всего каннелло скорее всего мне кажется что он к такому не готов дело в том что давайте буду подходить ближе к теме дело в том что есть американский плодил продюсер которого зовут волтер афанасьев и как мы знаем он написал одну очень красивую очень мелодичную песню для димаша канатовича эта песня over here которая сейчас называется love is not over yet и недавно мы видели кадры у димаша в инстаграм что он приехал уже в лас-вегас уже провел даже репетицию и там не слышно какую песню он поет может быть он там репетировал гимн казахстана исполнение гимна казахстана но все это видео было сделано под песню golden которая которая на английском языке и который мы тоже знаем уже достаточно давно этой песне мы пророчили в огромный успех в америке для димаша это был такой мощный хит заводной и вот мне кажется почему то что мы кое-что услышим еще на этом вечере бокса от димаша кроме гимна казахстана мне почему то кажется что нас ждет несколько сюрпризов возможно несколько сюрпризов на английском языке я не знаю это конечно наверное нельзя вот распространять как прям факт что это так и будет это только мы такое предположение потому что ведь на самом деле мы же ждем песню волтера афанасьева очень давно и многие песни димаша которые вышли на английском языке мы тоже очень ждем довольно давно когда они начнут уже появляться в америке да и сам димаш тоже говорил что все самое крутое в его карьере будет еще впереди плюс ко всему плюс ко всему мы много раз говорили о том что димаш сам хочет поехать в америку и что он собирается в америку так вот друзья к чему я клоню мне кажется что на вечере бокса на большом празднике бокса где будет выступать геннадий геннадь головкин где состоится возможность состоится одно из главных спортивных событий не только в его жизни но его вообще в мире бокса казахстана насколько я знаю вот за последние пять лет я довольно много узнал о казахстане мне кажется что это очень имеет большое значение именно вот это вот нас еще сражение схватка двух чемпионов такой пик карьеры геннадия геннадьевича и карьеры канела и мне кажется что этот вечер будет очень важно и то что если вдруг возможно димаш кроме гимна казахстана исполнит какие-то песни возможно я предположу что это станет не только большим подарком большим сюрпризом для всех его поклонников для всех нас для всех слушателей музыки димаша но возможно это станет и очень серьезной поддержкой и наверное даже таким не официальным таким не зарегистрированным супер оружием супер допингом потому что и геннадий геннадьевич супер спортсмен димаш супер вокалист поддержка будет у геннадий геннадьевич со всего мира в общем вся вот эта энергия мне кажется может сделать очень большое очень большое дело и сильно помочь и геннадий геннадьевича достойно провести поединок и будем надеяться что одержать невероятную победу там говорят нокаутом и нокаутом мне кажется что достаточно будет просто победить потому что канала все-таки серьезный опасный соперник так вот и мне кажется что если димаш исполнит кроме гимна казахстана безусловно гимн казахстана станет украшением вечера и я уверен что именно вот в исполнении димаша гимн казахстана может стать дать невероятную мотивацию геннадий геннадьевич но если димаш еще исполнит например песню уолтера фанасьева over here или песню golden может быть еще какие-то песни может быть песню олимпика игоря крутого то это может стать настоящим настоящим молнией настоящим ударом молнии разрядом грома для мексиканского бойца потому что я думаю что он такого явно не ожидает также как и я думаю что вот мы все этого пока что не ожидаем это только вот я еще расскажу мое предположение но если так будет друзья это будет действительно невероятно круто и даст не только невероятную поддержку геннадий геннадьевич и но и зарядит его на вот вот тем самым казахским духом духом победы духом чемпионов и поможет таким образом ему одержать победу вот ну и а а димаша конечно тогда увидят огромную аудиторию ведь бой будет транслироваться по я уверен по многим телевизионным каналам я уверен что очень много будет внимания к этому бою и как раз вот димаша будет возможность познакомиться с американской аудиторы друзья не знаю насколько вот мои прогнозы будут верны я не прогнозист меня нет какой-то инсайдерской инсайдерской информации у меня нет там телефона номер димаша чтобы я мог вам позвонить и там спросить об этом но в общем это мое такое предположение какие мысли вслух просто я подумал что если вот друзья я вам сейчас этого не расскажу вы же мне завтра не поверите не поверите что я вот это вот все уже предсказать но действительно давайте друзья наверное да будем скромнее и чтобы не сглазить скажем что надо хорошенько еще потерпеть хорошенько поработать чтобы все получилось ну а нам с нашей стороны надо собраться и поболеть поболеть за геннадия геннадьевича пускай пускай его кулаки наполнится силами вместе с нашими всеми мыслями и пускай он одержит невероятно главную победу в своей карьере и после этого я думаю что после этого уже друзья мы с вами встретимся вновь на алга петербург подведем итоги и будем уже тогда говорить говорить комплименты друг другу хвастаться а пока что мы чуть-чуть спокойнее будем держать себя в руках будем держать эмоции в руках и будем готовиться к настоящему к настоящему сражению настоящей битве друзья вот так вот у меня на этом все кстати заходите к нам instagram там все появляется оперативно быстро и вся самая последняя информация все самые последние новости именно там вот так вот всем пока до новых встреч а 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